Как действительно грустно звучит, но праздники позади. Добавим, что и горку на дворцовую, и ярмарку, а также украшения в городе постепенно разберут в ближайшие дни. Но праздничное настроение сохраняется. Тем более впереди Новый год по старому стилю. Да, но восстанавливать организм после майонезно-салатного плена длинных каникул уже хочется, возьму согласись. А это ведь как сделать? И сделать ведь это хочется не просто, а как-то оригинально. Я думаю, наш гость точно знает ответ на твои вопросы. Дарина, приветствуем в студии. Сергей Кукушкин, шеф-бармен. Готовить будем что-то такое красивое, тропическое смузи. Здравствуйте, вас с праздниками. Да, доброе утро. Вас тоже с праздниками. Будем готовить, так сказать, посленовогодний витаминный смузи. Восстанавливать организм после всех праздников. Какие ингредиенты сегодня нам для этого процесса пригодятся? Ну, мы возьмем классический, так сказать, набор новогодний. Это мандарины и ананас. Еще можно прошлогодние мандарины. После которого не обходится ни один стол. Также добавим сюда облепиховый морс, чуть-чуть меда и корица. Великолепно. Так, давайте приступим. Параллельно мы будем задавать вам тут некоторые вопросы относительно этих ингредиентов. Во-первых, почему, ну кроме того, что это действительно такая настоящая витаминная бомба, мне кажется, почему вот именно это сочетание продуктов мы используем? Ну, мне кажется, он максимально, во-первых, символизирует Новый год, ну и плюс в то же время довольно богато витаминами и минералами. Вот дольки мандаринов вы опустили, соответственно, в блендер, и это вот, что это за коричневое? Это корица? Это молотая корица, да. Мандарины желательно брать без косточек, либо предварительно их удалить. Как понять, что мандарин без косточек? Ну, это только в магазине узнать можно. Только опытным путем, да? Да, да, да. Ну, мне кажется, все равно там все это можно размечить. Дальше самое интересное. Так, ананас. Дальше берем ананас. Ананас желательно брать, ну, тоже спелый, сладкий, чтобы был очень вкусный. Как при выборе ананаса мы понимаем, что он спелый и сладкий? Ну, здесь мы смотрим на его цвет. Разрезать, попробовать? На его цвет, то есть вот, как мы видим, он такой довольно желтый, то есть, в принципе, ананас уже довольно спелый. То есть зеленый ананас. А они, интересно, доходят, вот если зеленый ананас купить и положить куда-нибудь в темное место? Ну, скорее всего, я думаю, что да, получится. Ну, если прям нужно максимально быстро приготовить. Дольки ананаса тоже отправляем в блендер. Ну, вот, Сергей, мы сегодня уже в нашем эфире общались с диетологом и, собственно, поняли, что если не устраивать такие полноценные разгрузочные дни, ну, уж точно как-то хочется облегчить наше питание. Вот поможет ли такой смузи это сделать? Вот, является ли он легким продуктом или что? Да, да, конечно, однозначно здесь, ну, в принципе, все натуральное, фрукты и морсик, то есть... Ну, фрукты, знаете, тоже такой гликемический индекс иногда имеют. Ну, вот, кстати, мандарины и ананас, мне кажется, в этом смысле весьма безопасны, по сравнению даже с теми же бананами, например. За то, сколько витаминов. Или папайи какой-нибудь. Так, хорошо, залили туда облепиховый морс. Так, ну, вот полстакана где-то, да, две трети стакана. Да, где-то грамм 180. А что, чем можно заменить облепиховый морс, если облепихового морса вдруг нет под рукой? Ну, так случилось. В принципе, можно взять, допустим, сок, либо какой-то компот. Ну, вот, кстати, облепиховый морс, он такой, скорее даже, я бы сказала, похож на нектар. Можно я бы сказал? Да, конечно. Я вообще подумал, что это морковный сок. Может ли, кстати, морковный сок подойти для смузи? Конечно, конечно. В принципе, здесь все зависит от ваших вкусовых пристрастий. Хорошо, давайте тогда будем измельчать. Сейчас будет немного музыки. Шумно. Да, но... Музыки была. Да. Но зато все в режиме реального времени. Все в прямом месте. Я думаю, что все, кто любит готовить, прекрасно знают эти звуки, тоже их любят. Ну, вот, на самом деле, все получилось буквально за 10 секунд. Да, буквально. Так, все, наш смузи готов? В принципе, да, разливаем по баночкам и наслаждаемся. Сергей, ну, а почему именно вот выбор этих ингредиентов случился сегодня для нашего эфира? Есть ли какое-то вот важное сочетание именно вот, например, мандаринов и ананаса, или можно добавлять яблочко, например? В принципе, здесь все зависит от того, что вы предпочитаете по фруктам. Можно добавить тот же самый банан, маракуйя, манго. То есть, ну, я взял именно те фрукты, которые присутствуют практически, ну, наверное, у каждого на столе в Новый год. Это ананас, мандарин, то есть, ну, а остальное, то есть, в принципе, уже... А бывают ли такие фрукты, которые не дружат друг с другом? Например, лучше их в смузи не добавлять, а то поссорятся. Ну, здесь возможно, конечно, так же зависит от ваших каких-то вкусовых предпочтений. Ну, и в то же время, если, допустим, что-то кислое со сладким, скорее всего, это будет не очень сочетаться. А, мне кажется, что кислое со сладким, это очень и очень интересно. Выбирай, тебе побольше или поменьше? Мне поменьше, конечно же. Мне нужно больше легкости, чем тебе, потому что ты так легка и красива. Это правда. Сергей, спасибо вам большое. На самом деле, очень красиво. И даже спасибо за настроение праздника, которое немножко в декоре все-таки наших коктейлей сохраняется. Вообще, кстати, ну, ты, я так понимаю, уже вошла во вкус. Волшебно, волшебно. Я вошла во вкус. Это действительно очень вкусно. Вдохновляет то, что это еще и очень полезно. Ну, и... Теперь я пробую. Я думаю, что спорить со мной никто не будет. Очень и очень красиво. Действительно празднично по-новогоднему. Ну, как, Вась? Очень вкусно. Очень сладко. То есть такое действительно праздничное настроение. Абсолютно. За счет корицы точно достигается. Это действительно так. Так и мандаринов, которые тоже являются символом Нового года, в общем-то. А вот о символе наступившего 2024 года деревянном зеленом драконе мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Продолжение следует...